В нашем регионе также проходили выборы, ну а как же без них? О предварительных результатах сообщила на брифинге Галина Муравьева, возглавляющая область Берком. Коротко о главных числах. В регионе проходило 110 избирательных кампаний по выборам депутатов местных собраний и глав 73 муниципальных образований. Выборы проходили в 15 регионах. В итоге избраны 47 глав муниципальных образований в 12 районах области и 537 депутатов. Средняя явка по области составила чуть менее 45%, включая результаты досрочного голосования. Общее число избирателей составило 103 585 человек. Ну, много это или мало? Скажем так, это нормально и даже хорошо. Например, в российской столице выборы депутатов прошли при рекордно низкой явке, менее 21% избирателей. Это в два раза меньше, чем, например, на выборах мэра Москвы. Галина Муравьева тоже отнюдь не была огорчена нашей рязанской явкой избирателей. Хорошая явка, заявила она. А результат бодрого и многолюдного пришествия граждан и сельчан на участке, по мнению председателя регионального избиркома, обусловлен активной предвыборной работой как самих претендентов, так и партии. Дает результаты сельской спецификой выборных технологий. Проще говоря, идут агитаторы от дома к дому, да и доносят позитив о своих кандидатах от сердца к сердцу. В общем, рязанские выборы прошли неплохо. Об этом говорят и аналитики. А вот председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров рассказал корреспондентам издания «Итартас», что нарушения были допущены, в том числе и в Рязанской области. Как отметил председатель ЦИК, сообщает агентство, в Рязанской области это традиционно водка. Единая Россия подтвердила свое абсолютное доминирование. То есть избирались 47 глав муниципальных образований. Единая Россия выиграла 44 должности главы. Две должности выиграли представители КПРФ, один самовыдвиженец. В целом у нас в основном участвовало три партии. Это парламентские партии, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ. Непарламентские, несистемные партии как-то не особо проявили интерес. За исключением двух партий. Это Коммунисты России и Партия пенсионеров России. При этом Партия пенсионеров России на местах тоже показала достаточно хороший результат. По количеству взятых мандатов они, допустим, обошли ЛДПР. Ну вот много было разговоров по поводу введения возвращения досрочного. То, что это будет выступать неким инструментом фальсификации, манипуляции. Ну вот результаты по области проголосовал всего лишь полтора процента досрочно. То есть какие здесь могут быть какие-то манипуляции, фальсификации. То есть вот эти негативные прогнозы со стороны оппозиции, они не подтвердились.